Всем привет! Продолжаем снимать обзоры напитки и спортивное питание. И вновь у нас обзор на соусы. Вновь у нас Ашан. Последний соус из серии Ашан. Мы сняли на Био Ашан соусы. Можете найти на канале. Вот выглядят как они выглядят. Сейчас посмотрите на дизайн. А также мы сняли на обычный Ашановский соус Арабиата. И сейчас у нас томатный соус с грибами. Здесь у нас 420 грамм баночка. Стоит довольно дешево. 150 с чем-то рублей. Довольно дешево. Ну и выглядит он довольно приятно. А ребята мне понравилась. Была неплохая. Ну давайте посмотрим из чего он состоит. Томатный соус с листыми грибами Ашан. Состав. Томатное пюре. Томатная мяготь. Нарезанный кубик помидоров. Томатный сок. Лимонная кислота. Высушенные грибы. Маслята. Белые грибы. Шампиньоны. Лисички. Морковь. Лук. Рапсовое масло. Сахар. Соль. Модифицированный картофельный крахмал. Петрушка. Чеснок. Перец. На 100 грамм продукта у нас 1,9 грамм белка. 2,4 грамма жиров. 7,2 грамма углеводов. И 61 килокалория. В принципе калорий немного. Состав не плохой. Есть нюансы. Но особо плохого здесь ничего нет. В принципе состав довольно натуральный. И богатый. И богатый. Сделано это все дело во Франции. Французский соус за 150 с копейками рублей. Большая банка 420 грамм с хорошим составом. Ну, надеюсь будет вкус и аромат приятный. Давайте попробуем. Запах своеобразный. Знаете, напоминает консервированные томаты. Немножко даже отдает грибами. Опять же консервированными. Ну что, давайте пробуем. Ну, томатного вкуса вообще практически не чувствуем. Это реально почему-то очень чувствуется, такое, знаете, вот как банку с помидорами откроешь, железную алюминиевую, да, или грибы. Вот такая кислинка неприятная. Если тоже есть. Давайте попробуем гриб. Будет ли он вкусный или нет вообще. Или просто резина. Да. У него просто резина, к сожалению. Никакого вкуса он особо не дает. Запаха тоже. Ну, соус, мягко говоря, неприятный. Даже если отбросить момент того, что здесь не чувствуется грибов, они просто резиновые. Сам по себе вот этот томатный соус мне не понравился. Вообще никак. Сразу вспоминаю био соус ашановский с грибами био. Вот знаете, он был намного вкуснее. Он был намного вкуснее. Но вот это мне не нравится. Аромата нет, это дает какую-то кислинку, как будто после консерв. Грибов не чувствуется. В общем, не нравится. У меня было такое подозрение, поэтому я не стал готовить, как всегда, фарш и много макарон. Сделал небольшую порцию на пробу. В общем-то, удовольствия никого не получил. Что могу сказать в заключении? В заключении могу сказать следующее. Цена недорогая, большой объем, состав вроде неплохой, но на деле получаем следующее. Невкусный томатный соус, вообще невкусный. А про грибы вообще молча, они резиновые, не имеют ни вкуса, ни аромата. И в принципе, этот соус реально, он только, на мой взгляд, портит блюдо, нежели его дополняет. Вообще, мне не понравился ни вкус, ни запах. Хотя, состав вроде хорош. Резюмируя, я вам поставлю 1 балл из 5. Несмотря на то, что хороший состав, несмотря, что он недорогой, мне он вообще не понравился, по идее, никак. Вот реально. Поэтому не советую, но та, ребята, была намного лучше. А этот получает томатный соус, ашановский с грибами, 1 балл из 5. Не советую, есть полно вкусных альтернатив. Хотя грибы довольно тяжело найти вкусные, но можно. Даже тот же долмил русский с грибами, несмотря на то, что он был беспонтован, и то он был вкуснее, именно томатная основа. Хотя грибы были резиновые. В общем, мне понравилось, 1 балл из 5. На этом все, спасибо за внимание, до новых встреч, пока.